Слава Богу! Я думаю, что мы позаботились о почве нашего сердца сегодня, чтобы она была годной. А в чем ее годность? Написано, что когда идешь в Божий дом, то приготовь почву своего сердца и будь готов более к чему? К слышанию Божьего Слова. Нежели к жертвоприношению. Почему? Потому что от слышания зависит многое в нашей жизни. Как написано, наблюдайте, как вы слушаете. Как вы слушаете, да? Поэтому да поможет Бог нам, чтобы нам сегодня быть внимательными к Слову Божьему, которое есть живо и действенно, оно есть в нашей жизни. И моя просьба тоже молитесь и обо мне, чтобы Бог дал мне тоже способность это Слово передать правильно. Очень важно, чтобы нам в это последнее время обращаться к Божьему Слову и его применять к себе. Я прочитаю несколько мест Священного Писания. Одно из них, это галатом апостол Павел пишет такое слово в первой главе. С третьего стишка. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего Ему слава в веки веков. Аминь. Апостол Павел во всех своих посланиях призывает благодать Божью на людей. И здесь он говорит, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого в жертву за нас по воле Бога Отца, чтобы избавить нас от этого рода, в котором мы живем. Слава Богу! И еще одно место читаю также, это Тит пишет, его, я думаю, мы слышали не так давно, или в прошлое воскресенье, или раньше, напоминали это место. Апостол Павел пишет послание к Титу, говорит так, во второй главе с 11 стишка. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Очень важное слово апостол Павел говорит, он призывает, говорит, что благодать Божья явилась, пришла, то есть через Иисуса Христа. Она есть научающая нас. И чему же она научает? Чтобы мы жили свято, да? Благодать Божья, научающая нас, здесь есть как бы две, два таких положения. Одно, благодать Божья научает, чтобы мы отвергли что-то, да? Для того, чтобы жить святой жизнью, как здесь говорится, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Для того, чтобы мы могли бы жить благочестиво, праведно и целомудренно, в нынешнем веке мы должны что-то отвергнуть, а именно нечестие и мирские похоти. Это то, что сегодня от каждого христианина Бог ожидает. И, знаете, я рассуждал немного о том, об этом времени, в котором мы живем, о всех этих событиях. Я смотрю, что мы живем действительно как бы в последний этап последнего времени, уже последний период последнего времени, где мы видим, что беззаконие в этом мире, оно очень сильно усиливается. И оно усиливается и узаконивается, в смысле, на государственном, на законном уровне. И мы видим и в нашей стране, где мы живем, насколько сильно оно идет, насколько сильно оно прогрессирует. И я немножко смотрел вот эту статистику и говорит статистика, что молодые люди в этой стране от 18 до 34 лет, примерно 75% от этого молодого поколения, они соглашаются со всем этим беззаконием, которое узаконивается в этой стране. они соглашаются с тем, что происходит. А в школах еще больше, примерно 90% детей, они поддерживают все это беззаконие, потому что в школах идет вот эта полная пропаганда, и умы детей они стараются загрузить. Братья и сестры, мы живем в последнее время в очень трудное время. И когда мы думаем о наших детях, что их ожидает, то иногда приходит страх. Почему? Потому что я уже слышу, многие говорят, что в последнее время, особенно в больших городах, очень много молодых людей теряют веру. Теряют веру, просто заявляют, что они атеистами стоят, теряют веру. Почему? Нету основания твердого. Благодать Божья, она есть спасительная. Но зависит от того, как Руслан говорил, какая почва нашего сердца, может ли оно там возрасти. И я сегодня хотел бы порассуждать над одном месте Священного Писания, взяв его как основу этого рассуждения одного Божьего человека, который проходил трудные периоды своей жизни. И это он изложил в 72-м псалме. Это псалом Асафа, который высказывал такое переживание в этом псалме. Вначале он говорит, как благ Бог Израилю, к чистым сердцем. И дальше он говорит свои переживания, говорит, что, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Вот такое переживание прошел этот Божий человек. Это был Божий муж. Он пребывал в общении с Богом. Но пришла определенная ситуация в его жизни, как бы сказать, такой духовный кризис, смотря на окружающую обстановку, смотря на окружающие его людей, которые жили очень успешно, они процветали в мире, в той обстановке. Говорят, им нет беды, они благоденствуют, они нечестивые, на работе человеческой нет их, но они процветают. И он, размышляя своим плотским разумом, написано, он едва не пошатнулся, он едва не поскользнулся, он начал завидовать этим людям, которые жили очень благополучной жизнью, и они не служили Богу. Они жили по своим похотям, они жили по своим принципам, они были грешные, но они жили в благополучии. И этот Святой Божий Муж, смотря на их, он, как говорится, пошатнулся. И дальше он говорит именно такие слова, что внутри в него было борение, этого человека. Он боролся внутри и говорит с 21 стишка, «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя». Кипело сердце мое и терзалась внутренность моя. Именно почему? Он не мог понять этого, что происходит. И тогда написано, «Тогда я был в невежда, не разумел, как скот был я пред тобою». Я, говорит, не знал, я не разумел. Я не мог познать своим умом, почему это все происходит. Люди этого мира благоденствуют, люди этого мира все имеют, а я вроде бы и служу Богу. Я хожу в дом Божий, я стараюсь служить тебе. Они благоденствуют, а я терплю какие-то, может быть, неудачи. И он не мог этого понять. Написано, и дальше он говорит, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Это когда он вошел во святилище. Здесь пишется раньше, «Доколе не вошел я в святилище Божье и не уразумел конца их». Это пишется в 17-м стихке. Говорит, «Как на скользких путях поставил ты их и не низвергаешь их в пропасть». этот Божий человек, когда в определенное время он удалился от Бога, похоже, что был такой кризис в его жизни, он не имел покоя, он не мог уразуметь. Но написано, «Когда вошел я в святилище, когда вошел я в близость с Богом, когда вошел я в присутствие Божье, я увидел конец этих людей, я увидел конец этих людей, которые в этом мире благоденствуют, и я, говорит, увидел, что на скользких путях поставил ты их, и они низвергаются в погибель». И дальше он говорит, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, это есть большая разница между людьми этого мира и между детьми Божьими. Это был человек Божий, и если он даже поскользнулся, если он даже может быть упал, Божья рука, она держит его, она его держит, и здесь он провозглашает, говорит, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь славу твою, слава Богу». Братья и сестры, это есть большая разница, и дальше он говорит так, «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле?» Братья и сестры, этот человек узнал общение с Богом, узнал то, какая милость Божья, Божьим детям, и говорит, «Кто мне на небе, без тебя я ничего не хочу на земле?» И еще дальше он пришел к такому решению, как бы к такому определению для себя, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Этот Божий человек, когда прошел вот эти все испытания в своей жизни, когда он прошел все эти трудности, когда он увидел вот эту разницу, и он пришел к такому заключению, говорит, что все удаляющие себя от тебя гибнут. Братья и сестры, почему сегодня многие молодые люди теряют веру? Почему многие сегодня разбиваются в вере? удаляют себя от Бога. Написано, все удаляющие себя от тебя что, гибнут? Удаляющие себя от тебя гибнут. И он говорит, а мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Слава Господу! Братья и сестры, и сегодня это очень важное слово, в это последнее время, как я говорил, мы живем последнее время, когда произойдет большое разделение, очень скоро. Мудрые, те, которые мудрые, которые приближались к Богу, запасались, они уйдут в жизнь вечную, а те, которые казались с ним мудрыми, они пойдут на великую скорбь с этим миром, и это очень скоро будет. И Слово Божие говорит, этот Божий человек говорит, а мне благо приближаться к Богу, а мне благо приближаться к Богу. Братья и сестры, когда мы приближаемся к Богу, когда мы являемся детьми Божьими, когда мы возрождены Духом Святым, то если даже человек падает иногда в своей жизни, в каком-то этапе своей жизни он падает, он приходит к какое-то разочарование, он приходит к какому-то кризису своей жизни, если он рожден и свыше, Дух Святой обязательно возвратит его к Богу, Дух Святой обязательно приведет его в общение к Богу, Дух Святой обязательно приведет его. Написано, что Иисус Христос говорить, что овцы мои, они слушают голос мой, и никто не может похитить их из руки моей. Есть большая разница между теми, которые возрождены, которые являются детьми Божьими, и которые удаляются от Бога, которые не познали Божьей истины, которые, может быть, слышали, но они не возродились от Божьего Слова. И есть очень такой наглядный пример это между Давидом и Саулом. Мы знаем, Давид был Божьим мужем. Он был Божьим человеком, на котором был Дух Святой, которому Бог открывал, который был в общении с Богом. Он прославлял Бога, но был один, как говорят некоторые, было темное пятно в его жизни, когда он согрешил, когда он глубоко упал, когда он упал очень большим падением, но благодать Божья его не отвергла. Этот муж Божий, он был в состоянии подняться, Бог его поднял, Бог его восстановил, Дух Святой работал над Ним, Он привел его к покаянию. Этого человека, Он привел его глубокому покаянию. Этот человек, он осознал свое падение, хотя, конечно, впоследствии ему пришлось перенести очень много наказаний и много, как бы сказать, претерпеть за это, но впоследствии Бог его восстановил, Духа Святого Он не отнял от него, Он был Божьим детям, Он был человеком Божьим, но мы видим Саула, который тоже в свое время, в начале своего царствования, как будто бы был похож, что он Божий муж, Божий избранник, да, он, Бог через него что-то делал, но пришло время, когда Бог отверг его, он отпал, почему? Почему он потерпел такое кораблекрушение, почему он погиб, Саул? Это было потому, что у него не было Бога в сердце, он возлюбил больше славу человеческую, славу свою, чем славу Божию, он сказал почти меня, хотя я согрешил, но почти меня, когда пророк обличил Давида, он говорил согрешил я, согрешил я, когда человек Божий обличил Саула и сказал, что худо ты поступил, он сказал, да, я худо поступил, но почти меня перед народом, почти меня, братья и сестры, это и есть большая проблема, это и есть большое падение человека, который далеко от Бога, который не является Божьим избранником, это Саул, который в последствии погиб, погиб, Бог отступил от него, это большая разница, вроде бы один человек согрешил и второй, но большая разница между тем, как этот человек в последствии среагировал на то обличение, которое Бог его обличал, и еще пару примеров хотел бы привести, это это было тоже такая же, как сказать, похожа, подобная обстановка в жизни одного Божьего мужа, апостола, Петра, это был избранный Божий апостол, человек, который был с Иисусом Христом, который был, и Бог действовал через него, но пришло определенное время, когда он очень низко пал, этот человек отрекся от Иисуса Христа в очень трудное время, для Иисуса Христа, когда он был в этом доме первосвященника на допросе, мы видим, что Петр, он понадеялся на себя, он очень глубоко, он очень сильно пал, он отрекся от Иисуса Христа, но он был избранный Божий сосуд, он был избранный Богом, и написано, что Бог, Иисус Христос говорил ему заранее, ты некогда обратившись, утверди братьев твоих, утверди, и мы видим, что этот человек, когда произошло вот это падение, он осознал это, он горько плакал, он каялся, эта благодать Божия, она произвела в нем эту работу покаяния, этот человек Божий, апостол Петр, он сильно горько плакал от речения о своем падении, но другой тоже апостол, который был с Иисусом Христом, это был Иуда, который предал Иисуса Христа, он также ходил с Иисусом Христом, он был рядом с Ним, он тоже что-то делал, он слышал, он кусил благого глагола вечной жизни, благ будущего века, но что, он предал Иисуса Христа, он его предал, тоже он пал, но вся разница в том, что этот человек не покаялся, Иуда не покаялся, хотя в него были шансы, он мог бы паять к ногам Иисуса Христа раскаяться, но этого не произошло, он не покаялся, почему? Потому что он не был предназначен ко спасению, он не был чадом Божьим, как Иисус Христос в своей молитве, когда молился к Отцу, говорит, тех, которые ты дал мне, я их всех сохранил, никто из них не погиб, и дальше говорит, кроме Сына погибели, он был Сыном погибели, да, он впоследствии, когда увидел, что уже все подошло к своему концу, что уже ничего изменить нельзя, он раскаялся, он сказал этим людям, он не каялся перед Богом, он сказал фарисеям, да, согрешил я, предал кровь невинную и бросил эти серебряники, но он не покаялся перед Богом, и написано, что он погиб, написано, удаляющие себя от тебя гибнут, удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться к Господу, слава Богу, братья и сестры, что сегодня каждый из нас, мы имеем эту возможность приближаться к Богу, и сегодня Слово Божие говорит каждому из нас, мы на пути, и мы должны себя проверить, мы сегодня должны проверять себя, почему, потому что мы находимся в очень ответственное время, в последнее время, когда идет это время испытания, как один из главных верховных судей Америки, который проголосовал против этого закона о однополых браках, он сказал, что сейчас христиане на пороге законных гонений, на пороге законных гонений, говорит, что и свои убеждения теперь они могут говорить только шепотом и в укромных местах своих домов, а если они это будут говорить публично, они подвергаются опасности быть осужденными в ереси со всеми вытекающими последствиями. Братья и сестры, в это время мы живем, и поэтому Слово Божие говорит о том, что мы должны бодрствовать, мы должны проверять себя, проверять свое отношение с Богом, насколько мы сегодня, насколько благодать Божия сегодня работает в нас, насколько Дух Святой сегодня преображает наши сердца, я читал, апостол Павел говорит Титу, явилась благодать Божия, она научающая нас, отвергнущие нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Братья и сестры, очень часто христиане подвергаются проблемам из-за того, что они не отказались от этого мира, не отказались от мирских похотей, не отказались от того, что сегодня влияет со стороны мира на нас. И как некоторые говорят, что да, если ты спасен, если ты принял Иисуса Христа, ты уже спасен навеки, и что бы ты ни делал, ты не погибнешь. Но Слово Божие говорит, что люди, которые рождены свыше, они умерли для греха, они умерли для греха, и они не могут уже грешить, они уже, уже нету разговора об этих мирских похотях, почему? Потому что человек для этого умер. Братья и сестры, сегодня мы должны проверить себя, свое сердце. Есть такой псалом, молодежь пела, что старый крест, о старом кресте, старый крест. И там такие слова, что этот мост от земли к небесам, этот крест Иисуса Христа, он есть единственным мостом от земли к небесам. Написано, что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спасись. Поэтому да благословит нас Бог, братья и сестры, чтобы нам сегодня проверить себя, проверить свою жизнь, проверить свои отношения, приближаемся ли мы к Богу, приближаемся, или мы, может быть, смотрим иногда на эти обстоятельства, которые Асав смотрел, и они привели его к большому, как сказать, такому состоянию падения, говорит, я едва не поскользнулся, едва не пошатнулись ноги мои, едва не потерял эту веру, едва не потерял надежду, но говорит, когда вошел во святилище, когда я начал приближаться к Богу, я уразумел, я понял, конец, я понял то, что мне сегодня надо, и я хотел бы, чтобы мы сегодня для себя взяли вот это слово, которое он взял для себя, что ибо все удаляющие себя от тебя гибнут, люди, которые удаляются от Бога, которые не пребывают в Божьем слове, которые не исполняются Духом Святым, которые не пребывают в благодати Божьей, мало-помалу они уходят от Бога и впоследствии гибнут, но здесь написано, «А мне благо приближаться к Господу!» «А мне благо приближаться к Господу!» Да поможет Бог нам, чтобы мы приближались к Богу, приближались ближе, приближались, входили во святилище, были в этом святилище, и тогда мы сможем видеть эту разницу, она не будет нас прельщать. Он увидел то, что люди благоденствуют, но когда Он увидел их конец, когда этот человек Божий увидел конец тех, которые благоденствуют, которые живут в этом мире, то говорит, «Нет, мне это не надо, мне благо приближаться к Богу, я буду приближаться к Богу». И Он говорит, «Ты держишь меня за правую руку!» Говорит, «Ты руководишь меня советом Твоим! Ты всегда со мной, я всегда с Тобою! Ты держишь меня за правую руку! Ты руководишь меня советом Твоим! И потом примешь меня в славу!» Да благословит Бог сегодня каждого из нас, братья и сестры, чтобы нам в это последнее время держаться за Бога, держаться за Его руку, приближаться к Нему, искать Его лица, искать общение с Ним! Да благословит нас Господь! Давайте мы склонимся и прославим Его имя, воздадим Ему славу! Отец Небесный, я благодарен Тебе за эту прекрасную возможность, за то, что Ты, Господи, наш Отец, что Ты возлюбил нас любовью вечной, Ты, Господи, позаботился о Твоем наследии, Ты, Господи, ведешь Твой народ и направляешь его, Боже, на пути правды, Дух Твой Святой, Твоя благодать научающая, она сегодня направляет нас, Аллилуйя! И я благодарен Тебе, Господь, за Твою великую благодать, за то, что Ты сегодня для каждого дал эту возможность приходить к источнику благодати, к престолу благодати Твоей, которая сегодня открыта для каждого человека, Боже, слава Тебе! И я благодарю Тебя, что сегодня мы можем приближаться к Тебе, мы, Господи, можем познавать Твою истину, видеть Твою благодать, Аллилуйя! Благослови сегодня каждого в отдельности, то сегодня Господи находится в борьбе, то, может быть, сегодня находится, Господи, в трудных обстоятельствах, то Ты сегодня тот, который поднимающий, научающий, ведущий за правую руку, Аллилуйя! И я прошу Тебя, благослови Твое наследие, благослови Твою церковь в это последнее время, Господи, благослови и проведи Твоей благодатью, Духом Твоим Святым, да будешь Ты прославлен и в это, Господи, продолжение служения, благослови и пребудь с нами, добрый пастырь, Тебе, вечному, возлюбившему нас, хвала, слава, честь и поклонение вечному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует...